Бессонница – это симптом какого-либо заболевания или отдельный диагноз? Почему она развивается? Бессонница – это, может быть, симптом. Допустим, тревога сопровождается бессонницей. Вообще, 90% бессонницы острой – это просто банальный стресс. У человека есть такое понятие реактивного сна. То есть, когда в ответ на какой-то внешний раздражитель у человека ухудшается сон. Ну, логично, мы поволновались, и мы ложимся, и не можем заснуть. То есть, тревога может приводить к ухудшению сна. Просто мы поволновались, поругались, выясняли отношения, и тоже не можем заснуть. Высокая температура – пожалуйста, бессонница. Недостаток железа – бессонница. Недостаток витамина D – бессонница. Недостаток магния – бессонница. Но здесь некая есть терминологическая, так сказать, особенность. Есть бессонница как диагноз. Вот что-то спровоцировало, допустим, тот же стресс, постоянный более-менее, спровоцировало проблемы с засыпанием. Но достаточно пару-тройку месяцев иметь какую-то ситуацию, которая ухудшает сон, у человека формируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. Знаете, такая классика, человек, я пошел в постель, хочу спать, лег, сон исчез. То есть уже неважно, что это запустило, это самоподдерживающая ситуация. А что же делать в этой ситуации? Дальше еще хуже. Негативное прогнозирование. То есть человек думает, вот здоровый человек, если он плохо поспал ночью, он что думает, на следующую ночь высплюсь? А что думает человек с бессонницей насчет следующей ночи? О, ужас будет еще хуже. И следующее еще, дезадаптивное и ограничительное поведение. Человек начинает думать, так, нужно лечь пораньше и встать попозже, и пытаться добрать, а еще полежать, попытаться поспать днем. А вообще плохо поспал, значит, на спорт не пойду, на работу не пойду. Сил нет. Да, сил никаких нет. Настроения нет. Будет страдать. А чем больше он страдает, тем больше он себя накручивает, тем хуже он будет спать.